В Кирове 12.06 мы продолжаем программу «Разворот на бизнес». Ведущая программа по-прежнему Олег Прохоренко и Николай Голиков. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Список наших гостей, к счастью, увеличился. Теперь нас еще больше, еще будет веселей. Напомню, что в первом части с нами была Ольга Владимировна Измайлова, консультант Министерства охраны окружающей среды Кировской области. И она с нами по-прежнему остается. На связи с нами был Дмитрий Баев, директор ООН «Нептун». На телефонной связи, так сказать. Общение пока с ним прекратилось. Андрей Сласников, директор компании «Опнинское рыбное хозяйство». Он тоже с нами остался, потому что разговор показался интересным. И к нам присоединился Сергей Александрович Крутиков, председатель рыболовно-охотничьего клуба «Балчук», член Общественного совета Приволжского федерального округа по рыболовству. И член Общественного палаты. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. Добрый день. И мы так подумали, что сейчас мы мужчинам будем отдохнуть. У нас очень много было мужского голоса в эфире. Ольга Владимировна, как оценить, в каком состоянии находится наша товарная аквакультура в Кировской области? Предположим, если даже сравнивать ее с нашими соседними регионами или что-то. Что вообще происходит, если какие-то цифры назвать? Где мы находимся? Ну, вы знаете, наверное, может быть, это не совсем красивое слово, но я как в зачаточном нехорошо, в зарождении, наверное, да? Ну, а что плохого, в зарождении? Да, в зарождении, то есть... Зарождение всякое лучше, чем предсмертное состояние, скажем так, да? Да, но оно еще не умеет ходить. Ну, ничего, есть же люди, мужчины, научат. Ну, на сегодняшний день у нас сформировано на территории Кировской области, значит, 21 рыболовный участок. Пользователей у нас на сегодняшний день, значит, 17, с которыми заключены официально договора, и которые осуществляют этот вид хозяйственной деятельности. В каких это районах? Это Арбашский район, Богородский район, Кировичепецкий, Малмышский, Амутнинский, Орловский, Слободской, Яранский район и Унинский район. Значит, по видам, вот то, что мы разбирались в самом начале нашего с вами разговора, значит, осуществляются виды, это пастбищная аквакультура, то есть формируется рыболовный участок. Сразу так пастбище представляет такое, значит, рыбка там пасется. Да, и туда запускается рыба, и она, значит, в свободной гуляет по всему водному объекту. И индустриальная аквакультура – это то, что вот вид хозяйственной деятельности, которым занимается вот как раз наш собеседник Андрей Владимирович Сласников, то есть это разведение рыбы в садках. Значит, пастбищная аквакультура у нас занимается 13 пользователей рыбоводными участками, это 8 районов области, а индустриальной у нас занимается, значит, 6 хозяйствующих субъектов в 5 районах области. Но что сказать по цифрам? Значит, площадь, общая площадь, которая, значит, представлена для этого вида хозяйственной деятельности, то есть по водному объекту, составляет 811 гектар. Ну, если сравнить вот с Нижегородской областью, с нашими соседями, у них сформировано 13 рыболовных участков, рыбоводных, извиняюсь, рыбоводных участков, значит, у них площадь составляет 552 гектара. То есть там меньше. Там поменьше. Да, там поменьше, но вот в цифровом выражении, значит, я не буду, как бы, проводить там с другими годами, я просто возьму вот, значит, прошедший наш год, 2018, значит, у нас товарной рыбы было получено более 50 тонн рыбы. Значит, вот в Нижегородской области у нас было получено 490 тонн рыбы. Это стерлядь, карп, толстолобик, форель, белый амур, сазан. Рыбопосадочного материала, значит, было представлено 47 тонн. Это в Кировской области? Да, в Нижегородской области 140 тонн рыбопосадочного материала. Это карп и стерлядь. У них, к сожалению, только тоже больше специализируются вот на этих видах хозяйственной деятельности по рыбопосадочному материалу. У нас в рыбопосадочный материал входит форель, карп и амур. Вот, как-то так. Но есть к чему стремиться. Цифры, конечно, существенно есть разница. Но если сказать о Пермском крае, разговор состоялся со специалистом, чтобы немножко картину представлять. Там на сегодняшний день у них сформировано 5 рыболовных участков, одно индустриально. У них получено где-то более 109-110 тонн товарной рыбы. То есть, опять же, участков меньше, рыбы больше. Да, но у них там, как бы сказать, площади по водоизмещению, так скажем, площади намного больше. Потому что вот если сравнить с Нижним Новгородом, всё-таки вот 13 участков 552 гектара. А у нас 19 участков и 811. Дело в том, что вот в разговоре в начале Андрей Владимирович сказал, что всё-таки вот не все водные объекты у нас могут быть, так скажем, приспособлены для разведения рыбы. Нужны площади. А почему? В чём причина? Это сильно заросли там? Нет, ну, подождите. Я говорил больше о форели. То есть, я занимаюсь форелью. По температурным режимам. Ну, конечно, да. Температурный кислородный режим. То есть, если говорить о типолюбивых видах рыб, там, карповых, то почему и мелкие, правда, и прекрасно подходят. Ну, в принципе, там то же самое. Ну, нет, вот, например, у нас с какой проблемой столкнулись пользователи? Вот не осуществляли зарыбление, например, да, в том году, в связи с тем, что нужно производить чистку прудов. Вот накопление вот этого сапропелля. То есть, его столько много, что, как бы, вроде бы, кормовую базу изучили, температурный режим вроде бы посмотрели, всё это промониторили. Но, вот, другая проблема. Там, по-моему, когда конкурсы проводятся, одно из условий конкурса, это как раз, там, дно углубительной работы, очистка, там, пруда, это же всё входит, как бы, в обязанности, я понимаю. Нет, 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 это немножечко другое. Нет, здесь задача поставлена перед будущим пользователем, когда он в стадии, как бы, конкурсанта, заявителя. То есть, вот, сформированный участок, на который он претендует, видовой состав и, значит, его объёмы. Что ещё у нас заявлялись вы? Ну, и цена, цена, да, и начальная цена лота. То есть, сейчас ввели методику расчёта, то есть, не просто так отдаётся федеральный водный объект. Федеральный водный объект отдаётся, так скажем, за конкурсные деньги. То есть, в соответствии с площадью этого рыболовного участка рассчитывается... Ну, что-то вроде арендной платы, да, получается. И, значит, заявитель должен в своём, как бы, в конкурсных своих документах показать, что он согласен с этим. И что, если в случае его победы на конкурсе, на аукционе, он готов, как бы, заплатить эти деньги. Ну, и там, в принципе, вживую идёт аукцион, идут торги. Ну, это разово заплатить, наверное, да? Ну, да, это... Потому что закон по водному кодексу для акукультуры водные ресурсы бесплатно представляет. Совершенно верно. Это разовая плата идёт за участие в конкурсе. А договор на долгий срок заключается? Максимальный срок у нас 25 лет. На 25 лет, да? И у нас есть такие договоры, да, аренды... Не аренды, вернее, договоры на использование. Максимальный срок, который я говорил в первой половине передачи, они у нас на 25 лет по договору пользования. Для того, чтобы добавить себе площадь или взять новый участок, нужно участвовать в новом конкурсе? Ну, да, конечно. Да. И будет рассматриваться новое хозяйство где-то на другом водоеме или на этом же, но другой участок будет, конечно, новый конкурс. Как с земельными, так же самое. А там заявительный характер носит? То есть вы подбираете себе участок и говорите, что мы хотим... Или выбираете из списка уже сформированных каких-то участков? Ну, там надо следовать закон об акукультуре, там, в принципе, порядок прописан. Да, а то и другое. Если человек, как бы сказать, вот решил для себя, что вот ему понравился водный объект, он приходит вот к нам в Министерство охраны окружающей среды. То есть у нас для этого существует определенная комиссия, которая вот как раз формирует эти участки, определяет границы. Вот. Но единственное, может, только по каким-то причинам не может быть сформирована участка, просто там или на самом деле невозможно разводить рыбу. И еще есть определенная процедура, то есть органы власти спрашивают у муниципального образования, то есть вот чтобы не возникло конфликта интересов. Может быть, этот водный объект кому-то уже предоставлен в пользование. А муниципалитеты тоже могут предоставить? Реокреационная зона. Нет, они, у них, по крайней мере, есть, как бы, эти данные на территории своего района. Информация о фактическом использовании. Да, совершенно верно. Поэтому вот прорабатывается в этом плане, как бы, и не является ли это массовыми местами отдыха жителей. Опять же, если конкурс проводится, он состоится при одном заявителе, заявившемся? Нет. Нет. Аукцион, конкурс не состоится, если заявился на этот участок один человек. То есть нужно, чтобы у него были претенденты. Понятно. То есть все решаемо. Все знают, какие-то вещи делаются. Ну и вот в продолжении того, чтобы такие получить объемы и чтобы у нас рыба росла, нужно вот это все учитывать. Но, в принципе, вот готовясь немножко к вашей передаче, я просто вот немножечко расскажу. Вот все знаете старый наш рыбопитомник Талицкий. Вот как раз он так и назывался. Рыбопитомник Талицкий – это Слободской район. Вот сейчас, значит, на этом пруду занимается… Есть такой у нас агрофирма «Маяк Север». Вот они… Изъятие рыбы, к примеру, почему вот показатель тоже не прибавился, уменьшился. Они, например, изъятие рыбы из водного объекта не осуществляли в том году. И в этом году у них тоже не получится в связи с тем, что малая вода. Рыба, которую они туда запустили, вот первая партия была – это две тонны. Следующая партия где-то вот уже в августе будет – это пять тонн рыбы. Они нынче могут дать только рыбопосадочный материал. Это сигалеток, вот у них они от ловы контрольные делали, составляет 25 грамм. То есть к осени они могут достигнуть где-то 78 грамм. Это какая рыба у вас была делать? Это карп. Вот, это карп. Значит, товарную рыбу… Товарная рыба у них составляет на сегодняшний день 250-300 грамм. Это три года на две? Нет, это очень мало. Нет, они как бы… То есть они поэтому изъятие не производят? Да. Если они ее оставят, значит, на следующий год они получат хорошую товарную рыбу. И то есть у них, как бы, получится большой выход. Здесь все очень индивидуально. То есть очень так все аккуратно и подходить нужно вот кто действительно за это радеет. И у кого это, так скажем, основное направление хозяйственной деятельности, они, ну, разумно к этому ко всему подходят. Разумно и индивидуально. У нас время перерыва, да, 40 секунд буквально прерваться. После перерыва уже перевернем тему. Ну что, Олег, переворачивай тему, да? Да, тему переворачиваем. Мы говорим сегодня о возможности зарабатывать на пресных водоемах и вятке. И если первую часть программы, большую часть программы посвятили рыбоводству промышленному, в том числе индустриальному, да. То есть сейчас хотелось бы поговорить о другой стороне вопроса, как бизнес тоже, но уже о спортивной рыбалке и разведении рыбы как раз для целей предоставления возможности кировчанам, жителям, может быть, окрестных регионов, порыбачить в наших прудах, да, богатых, наверное, рыбой. И этой темой занимается уже больше, тоже десятка лет член общественной палаты и председатель рыболовно-охотничьего клуба «Балчук» Сергей Александрович Крутиков. Он у нас сегодня в гостях. Сергей Александрович, как-то не очень радостно Вы говорили о том, что этот бизнес там процветает, но есть сложности, видимо, с самого момента зарождения. И как сегодня обстоят дела в «Балчуге»? Ну, сложности в таком бизнесе есть всегда, и очень, если кто-то собирается заняться этим бизнесом, нужно просчитать все от А до Я, весь бизнес, ездить, перенять опыт везде. Потому что в наших водоемах, правильно вот здесь говорили, что другой климат совсем, там, другая погода, все другое. Очень сложно выращивать, рыба растет плохо. Если в полувольном разведении, допустим, как я начинал, с полувольного, там была и форель, которая до полутора килограмм выросла, просто в пруду много. Был и осетр, и стерлядь была. Все это за один раз исчезло. А с чем связано? Ну, такая была жаркая погода, что не знал, на куда деваться, она в речку пошла туда вверх, и там пластами вся погибла. Вот. Еще есть такой враг на водоеме, как выдра, которая ни с кем не считается. Она до 20-30 килограмм в день заготавливает рыбу себе и просто учит молодняк. Одна выдра 20-30 килограмм. Да, даже больше, 40-50 килограмм. Слушай, она мелкая. Молодняк, как нужно охотиться на рыбу. Ну, я видал. Зато прожорливая. Да, водоем у меня 45 гектара, и, честно говоря, не уследишь. Вообще не уследишь. Она много перебила форели. Вот. Мы поняли, что этим заниматься в полувольном разведении не надо. Если заниматься садковым разведением, как Андрей занимается, то нужно иметь свой инкубатор. Это большие, огромные деньги. Ну, и в садковом нужно считать, растет она медленно очень. Реализация. Вот знаете, допустим, вы говорите тут о бизнесе разведения карпа там. А какое востребование у нас в магазинах? Кто его покупает? Нужно еще попасть в магазины. Я с 80 какого-то года имел рыбопромысловый участок на Вятке. Мы ловили там всю промысловую рыбу. Лёщ, судак, щука. 500 килограмм в день ловили. Мы не знали, куда её девать. Магазины сдавали, её никто не брал, нам обратно её отдавали. А почему цена? Да, нормальная цена. Не знаю, почему-то у нас люди в Кировской области не едят такую рыбу. Я не знаю почему. Может, просто отвыкли уже. Может, отучили. Тут можно поспорить, Сергей Александрович, потому что продавать тоже надо уметь, опять же. Это отдельная наука, называется маркетинг. Вы же тут говорили, у вас берут рыбу, нет? Да, мы 30 тонн форель продаём, сильно не напрягаясь. Нет, Москва практически один-два раза приезжала. Они же ребята интересные, у нас есть деньги, дайте нам низкую цену. Не Макси не берут, не Пятёрочка, никто. Мы с ними не договорились, они на нас вышли. Нет, карп мы продаём осенью, привозим в другого хозяйства по 600 килограмм за две недели. Хорошо. Продаётся карп. Хотелось продолжить дальше тему. Поэтому на таких водоёмах, если разводить вот эту же карпу, нужны нагульные пруды. То есть это нужно делать копань, рыть. Каскад прудов, в одном растёт малёк, в другом годовик. То есть это такая целая схема, система, очень сложная. То есть кто-то хочет начать попробовать, пусть попробует. А на таком водоёме, как у меня, что такое платная рыбалка? Вы сразу можете отрекламировать, где он находится. Да все знают, что Колковский пруд, кто не знает. Все люди там уже сформировались, как говорится, такая коалиция. Аквакультура. Есть одни и те же там. Мы берём деньги не за рыбалку, а за реализацию этой рыбы. То есть мы имеем право, как занимается аккультура, её реализовать. То есть сколько человек наловил, он покупает. Мы реализуем через рыбалку. У нас там входит, допустим, стоянка, потому что частная территория, машины все под охраной. У нас там есть инфраструктура, есть дома, есть беседка для рыбаков, пожалуйста. Пришли, мангал, всё бесплатно, вся эта беседка. Они отдыхают. Семьи отдыхают на берегу, купаются, люди рыбачат. То есть я считаю, там всё очень недорого, потому что мы не разбогатели, ничего не заработали. Мы тянем эту лямку и тянем, так жалко бросить. То есть это удовольствие больше, чем бизнес? Да, я на реке родился. Я думаю, что в Лодкино могу спросить, конечно, не знаю. Потому что я с этой рекой связан с детских лет. И рыбопромысловые участки на реке. И после этого в 1926 году оформил этот пруд на 49 лет, который у меня в том году отобрали этот договор. Сказали, он незаконный. После 12 лет пользования прокуратура сказала, мы не знали, что ты там арендатор. Ну смешно, конечно, всё. Хорошо, вот с министерством был заключён договор по проведению аквакультуры. А у вас пруд тоже находится в федеральной собственности? Вот, когда я его брал, он не был в федеральной собственности. Водный кодекс вступил в 2007 или 2008 году. До этого это был противорезённый пруд, колхозный. Колхоз построил на свои деньги. Я брал, он как бы муниципалитету принадлежал, я брал там, в аренду на 49 лет. Они мне доказали, что он федеральный. Ну, когда я-то брал, он не был в федеральной. Ну, с нашей властью спорить бесполезно. Но сейчас вы его регулировали. Да, разведение аквакультуры, как бы, вот мы занимаемся. Ну, подсаживаем тихонько рыбу, люди приезжают, отдыхают, рыбачивают. Вот это всё, что можно сделать на одном таком замкнутом водоёме. Если заниматься бизнесом, это каскад прудов, инкубатор, садки, там всё-всё-всё. Так что, кто хочет начать это, нужно много денег иметь. Вы докупаете или у вас воспроизводство естественное? Нет, нет, естественно, карп никогда не будет воспроизводиться в нашем прудах. Всё икру съедают, головастики, лягуши, там, окунь, щука, там. То есть у меня своих, ну, где-то кто-то поймает, там, на килограммчик, на два карпа. Это понятно, что он свой. Потому что те, которые были запущены, по 15 килограмм плавают. Как правило, они не клюют. Они уже с мозгами такие рыбают. Ну, будем досаживать, потому что, хотя кормовая база огромнейшая, когда чистишь рыбу, там, ну, все у них кишки, они в сале, как у кабана. Ну, это нигде. А это естественный прикорм или вы искусственно кормите? Нет, это всё естественно. Там кормовая база, ну, очень большая. Сейчас вот мы плотву подсадили специально, рыбать не бросили. Она заполонила всё, это плотва. Сейчас жалею уже, что её посадили. Ну, просится, чтобы ловилась она. Вот щуку уже придётся, очень много спиннинга вылавливают. Придётся откуда-то завозить, подселять. Ну, вот как бы... А дайвингом там можно заниматься? Да, конечно, разрешаем. В естественных условиях развивается, живёт. Конечно, можно. Ну, прозрак не такой хороший, чтобы там, ну... Карпа, редкие люди, настоящие охотники, видимо, есть, кто ещё может застрелить. А так плавают, плавают, говорит. Одна муть, вот он стоял и ушёл, они не могут увидеть. Ну, что-то мне-то прозрак полметра, не больше. Вот пруд, конечно, зарастает очень сильно, заиливается. Он сделан в советское время, полностью не сливается, остаётся гектара-два. То есть его вычистить вообще нереально. Ну, вот хочу нынче попробовать покосить там, потому что он зарастает мощно. Уже всё. Огромные затраты. А с точки зрения развития потенциала нет? А нет, вот базы, допустим, которые используют как отдыхающие... Ну, было бы это под Москвой, так я обжил, наверное, нормально. А здесь, в Киров, нету людей денег ездить отдыхать. Ну, вообще, если динамику посмотреть за эти годы, прирастает количество ваших клиентов, да, тех, кто приезжает на рыбалку, меняется... Вы знаете, наверное, и не те же. Может, кто-то там уходит, кто-то приходит. Но вот одни и те же не знают водоём уже, знают, как поймать рыбу. Потому что мне вопрос-то их задают. А рыба клюёт? Я говорю, я не знаю. Попробуйте. Кто-то приезжает в полный садок, привозит на лодку, а кто-то с пустой матерится. Что сделать? Это же рыба. Надо организовать соревнования. Так ради бога, можно организовать. Вот как бы. И вот на таком пока уровне думаем, что дальше. Хотя у нас есть вся земля в собственности вокруг пруда. Есть там, были планы сделать пониже по речке, там, каскад пруду. Но огромные затраты. Всё это нужно охранять. Вот. Как бы. Думаем, будем мы дальше развивать, не будем. Или оставим на таком уровне. Больше на отдых людей как бы рассчитывать. Ну вот вкратце. То есть подход именно комплексный с точки зрения отдыха. Я бы хотел для всей аудитории, кто нас слушает, вот чтобы Ольга Владимировна озвучила небольшие статьи закона. Потому что вот ко мне приезжают и говорят, всё, с 1 января сейчас платники все отменяют. У нас всё, рыбалка везде бесплатна. Вот представитель министерства скажет, где отменяют, а где нет. Может быть, тогда сделаем перерыв и Ольга Владимировна... Да, подготовиться к ответу, да, дадим время на подготовку. Давайте, да, прервёмся на рекламу буквально полторы минуты. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем программу «Разворот на бизнес». Напомню, что в гостях у нас Андрей Сласников, директор компании «Апантинское рыбное хозяйство». Ольга Измайлова, консультант Министерства охраны окружающей среды Кировской области. И Сергей Крутиков, председатель рыболовно-охотничьего клуба «Балчук», который как раз сейчас попросил Ольгу Владимировну немножко вернуться к основам основы, к законодательству, да, объясняющему, на что имеет право человек, который занимается разведением рыбы, и на что имеют право люди, которые живут вокруг. Любители рыболовы, да. Любители рыболовы. Особенно в свете разговоров о том, что у нас вся платная рыбалка вроде как запрещена. Так ли это? Ну, вы знаете, вот я вообще не понимаю, почему у нас на территории области поднимают такую проблему, что нам нигде рыбачить нельзя. Рыбачить везде всем можно. У нас на территории Кировской области только одних рек более 19 тысяч. И озер порядка 7 тысяч. Да, да, там это самое. Вот я озвучила же цифру, сколько у нас предоставлено в пользование водных объектов. То есть это, допустим, там на территории Богородского района там какой-то один пруд предоставлен. На территории Амутнинского района маленькая территория, да, предоставлена в пользование. Весь, пожалуйста, Черно-Холуницкое водохранилище, купайтесь, загорайте. Кроме маленькой территории. Да, кроме маленькой территории. Ну, видимо, вопрос-то возникает в том, что где люди разводят рыбу, там она есть. Да, так вот я хочу сказать... И хотелось бы бесплатно её там ловить. Да, так вот этого делать нельзя. Да, вот как раз любителям рыболовам, которые захотели вот именно прийти на тот водоём, который предоставлен в пользование для разведения аквакультуры, они должны спросить разрешение у пользователя, можно ли нам осуществить у вас рыбалку. Значит, если пользователь посчитает нужным и разрешит, но там они уже свои договорные отношения. То есть рыбу, которую пользователь туда, значит, впустил, зарыбил, он, это его собственность. Поэтому он может её отдать бесплатно, подарить. Значит, или... Либо оценить как-то и сказать, это стоит столько-то. Да, сказать, вот вы поймали столько-то карпов, вот у меня килограмм карпа стоит столько-то, вот у вас весовая категория такая-то, пожалуйста, вот заплатите денежки. Или, значит, как он любитель поймал, отпустил, получил удовольствие. То есть, мало того, это сказано, это чётко прописано в статье 6, значит, о любительском рыболовстве, который вступает у нас в законную силу с 1 января 2020 года. Об этом чётко написано в статье 8 закона об аквакультуре, это 148 закон. Также об этом говорится в законе и о рыболовстве, который у нас как бы первопроходец, первый закон, регулирующий, значит, сохранение воспроизводства водных биологических ресурсов. Сейчас точно не помню, какая статья. Статья 24 закона. Ну а если как бы вернуться к нашим правилам, которые регулируют порядок вылова промышленного и любительского рыболовства, на территории Кировской области, это правило Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, то там есть такой пункт 15, там даже написано о том, что у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов садков для выращивания и выдерживания рыбы нельзя находиться на расстоянии 0,5 километра. 500 метров? Да. То есть ближе подходить нельзя, да? Ну, имеется в виду, ведь вот осуществляется какой-то запуск рыбы, там какие-то есть производственные такие ограничения, то есть, ну, вот как сказал нам Андрей Владимирович, когда Вы задали вопрос, как вот рыба куда-нибудь исчезает или нет. Ну, кроме этого, еще можно не только исчезать, есть еще просто завидующие люди, которые могут напакостить. Да, мы свои садки ограничили, там порядка 50 метров по периметру, то есть такая защитная полоса воды у нас, то есть за которую там она промаркирована, мы не пускаем. Ну, бывает, заезжают люди там обычно в состоянии неподобающем, ну, прогоняем или объясняем. Ну, конфликтов сильных не было ни разу, то есть понимают, что мы тут работаем, что не надо сюда лезть, водоема хватает, где можно порыбачить. А вот, а под пункт 10.1 этих правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна так и говорит, что, значит, гражданам запрещается добыча вылов объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласования рыбоводных хозяйств пользователей рыбоводных участков. Важно, чтобы все это услышали. Те, кто... Ну, действительно, разница огромная. Если у нас под рыбоводные участки всего там 18, вы сказали, да, пользователей всего 811 гектаров, то общая водная поверхность, я не знаю, в сотни раз больше. В тысячи раз больше. В тысячи раз больше. В тысячи раз ловите рыбу в любом свободном участке, но та польза, которую несут предприятия, занимающиеся аквакультурой, она несоизмерима просто с той рыбой, которую вы можете там поймать. То есть это же продолжение, в общем, наших, благополучия наших рек, озёр, прудов. Ну, это просто нелогично будет, ведь это как бы всё как отче наш, да? Человек взял, он прошёл, вот слышали процедуру конкурса, он понёс затраты, он купил этот рыбопосадочный материал, ему нужна кормовая база, вот инфраструктура, где, чего, как бы, да, это всё, в конце концов, вот эти холодильные установки. Поэтому он несёт огромнейшие затраты, в том числе... Затраты, огромные риски при этом ещё, да. Да, ещё рыба могут погибнуть, ещё что-то. И все любители, рыбаки будут приходить и просто ловить рыбу, и, ну, это... Ну, это было просто нечестно, скажем так, по-девски, да? Это не по чесноку, да, так не хорошо. Ну, вопрос ещё раз, наверное, зададим, для того, чтобы итог подвести. Всё-таки можно ли зарабатывать на пресных водоёмах в Вятке с точки зрения нашего климата, наших условий водных, с точки зрения правовой основы, и, ну, то есть, можно ли делать на этом бизнес? Вопрос, давайте с Сергея Александровича начнём. Стараться. Ну, я же могу только личное своё мнение выстроить. Безусловно. Да-да-да. Я думаю, что на садковом воспроизводстве, да, и на инкубаторах зарабатывать можно. У нас сейчас многие там богатые люди пруды себе вырыли, и берут этот посадочный материал, запускают к себе. То есть, есть востребованность вот этого. Далее в садках там рыба растёт, она циклами идёт, её реализуют. То есть, для этого нужна только вода. И всё. Ну, там понятно, что электричество совсем другое. На этой акватории нужна вода, там стоят садки. Желательно, чтобы более было проточное, и люди смогут. Чисто вот полувольное разведение или что-то, ну, это не бизнес. Сразу, если бы как-то бы всё равно пришли там, что платники, они должны быть там платники, то уже человек, если будет уверен в завтрашнем дне, что он здесь будет, допустим, на 15 лет договор, значит, 15 лет он там будет точно пользоваться, он вложит туда деньги, запустит нормальные, хорошие рыбы там, и судака, и всё, если он сможет, конечно, на пруду жить. И люди будут ездить, отдыхать, рыбачить, гарантированно ловить. То есть, то на этом можно что-то заработать. А если не уверен в завтрашнем дне, то есть закон у нас каждый день выходит. Там люди сидят в Госдуме делать, я не знаю, чем они занимаются, они каждый день пишут законы, просим мы, не просим. Но они же унифицированы, они не предполагают привязку к местности и условия. Нет, ну, я понимаю, что такую зарплату нужно отработать, нужно каждый день писать законы, нужны или нет. И поэтому законы меняются каждый день. Не уверен в завтрашнем дне в этой отрасли очень присутствуют. То есть, возьму завтра, выгонят тебя с пруда. И что ты вложил, это всё просто пропадёт. Вот если уверенность будет, я думаю, люди начнут заниматься, организовывать такой культурный отдых, культурные места, как, допустим, Подмосковье, везде там. На севере давно, там даже реки-то, к ним почему-то не подойдёшь, я не знаю почему. Езжу на рыбалку, вижу эти рыбопромысловые участки, куда там, чуть не с автоматами охраняют. Сёмку-то, не подойдёшь, не поводишь. Ну да. Вот. То, наверное, как бы кто-то что-то заработает на этом деле. Андрей. Можно, можно. Можно и нужно, значит, и работать, и зарабатывать. Кировская область имеет огромный потенциал гидрогеологический, то есть, по воде. Просто надо находить источники воды, находить объекты водные, на которых можно что-то выращивать. То есть, надо очень гибко подходить, знать матчасть, где что растёт и так далее. То есть, ну, я, например, езжу на белом Мерседесе, вот, то есть, зарабатывать можно. Не важно, что это грузовик 98-го года. Это хорошее звучание. В нём всегда баллоны с кислородом, но, тем не менее, он остаётся белым, когда помоем. Так вот, припоны какие у нас есть, значит, непонятная схема оформления, то есть, тут надо сразу к Ольге Владимировне бежать, если кто-то решит заниматься этим, она всё расскажет. Так самому узнать очень сложно. Очень много вопросов, в которые люди просто упираются, как в стену, и, в общем-то, на этом весь энтузиазм кончается. Вот, только самые настырные могут себе это позволить, добиться аудиенции с Ольгой Владимировной и получить грамотную консультацию. Так вот, дальше, что у нас абсолютно нет специальной поддержки никакой по линии Министерства сельского хозяйства. Хотя на федеральном уровне она предусмотрена. На федеральном она предусмотрена, да. У нас есть программы целая федеральная по развитию, где тьма всевозможных. Да, у нас есть, значит, действующая программа по кроликам, по овечкам, по малому ферверству. Там надо только строчку добавить рыбоводству, и мы станем такими же полноценными участниками движения развития сельского хозяйства. Мы обязательно Алексею Алексеевичу, да. Алексею Алексеевичу мы договорим с 2010 года. Намекнём. Говорим каждый год. Капля камень точит. Какой-то изгод сработает. Ну, что-то где-то, да. Или как там, и шаг сдох. Или эмил, да. Так вот, значит, надзирающие органы ветеринарии тоже определённая преграда к этому. То есть, там нет понимания, нет поддержки с их стороны. Есть препятствия, я бы сказал так. Сложность в работе с ними, с этими ребятами. Ну, они решаются эти вопросы. Но непросто. Например, икру из Франции мы завозим. Для этого нужно сейчас опять в очередной раз. Каждый год мы разрешение на ВОЗ оформляем. Ростельхознадзор к нам приезжает, проверяет. А это не санкционный товар? Это нет. Икра, корма, слава богу, не санкционный товар. Мы работаем только с импортными поставщиками. Потому что цена и качество наших не соответствует. И корма тоже импортная? Корма в финске, да. Одного из западных лидеров, значит, концерн Райсио. Мы используем только их корма. Это действительно качественные корма, которых и зольность минимальная. То есть воздействие на экологию, опять же, да. То есть после того, как корм скормили, гораздо меньше нагрузка на водоем. Это и нам лучше, и экологии. Значит, икру завозим. Приезжает Ростельхознадзор. Икру должны проверить условия гарантинирования икры. Так и написано в законе. Они приезжают, начинают все, что в морозильнике, у собак прививки есть или нет. К чем садки обрабатывать. Я говорю, ребят, ну посмотрите, как мы гарантинируем икру. Вам надо посмотреть, что у нас она вот здесь лежит. Нет, 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 мы все пойдем везде. Это каждый год, ну... Ну раз уж приехали, заодно все проверят, да? Да, да. Но я по-прежнему езжу на Белом Артедесе, поэтому... Работать можно и нужно. Работать можно и нужно, но трудно. Да, Ольга Владимировна, на Ваш взгляд, есть ли потенциал и готовы ли Вы консультировать... И сами законсультировать, да, вот этих вот сумасшедших людей, которые этим все-таки занимаются. Слава Богу, что у нас такие есть сумасшедшие люди. И они появляются, извините, я еще добавлю, эти люди появляются. Это очень приятно. То есть у нас есть коллеги, которые тоже очень серьезно этим назначены работают. Но я думаю, что здесь произойдет... Я думаю, что есть потенциал. Только надо вот действительно ко всему подойти разумно. Некоторые в омут с головой, то есть не зная водный объект, я вот... Они думают, что просто в начале кто вот дилетанты, рыбу запустили, и там кормовая база, она там сама вырастет. И все, я вот ее выловлю и продам. На самом деле это все не так. И такие сложности, что очень-очень серьезные. Поэтому, если подходить с точки зрения как бы вот экономически все просчитать, как Сергей Александрович сказал, разумно подойти. То есть посмотреть глубины, зарастание водоема. Ну все, все. Посчитать затраты свои. Да, посчитать затраты, чем ты располагаешь, что это у тебя основной бизнес, не основной. И понять, что в ближайшие годы, возможно, ничего не отобьется. То есть подушечку посмотреть, есть ли она у тебя, да? Да, если это, конечно, ну, есть, есть. И очень хочется, чтобы это было, потому что, ну, задержава обидна, так скажем. Хочется на территории Кировской области, чтобы такие сумасшедшие люди у нас не... А почему, что это дает, ну, вот, вашему министерству и в целом области, ну, помимо, там, поступления налогов, что это еще приносит? Ну, во-первых, это рабочая сила, это раз. Во-первых, ну, во-вторых, это, как бы, привлечение, ну, может быть, даже, и не знаю... И инвестиций, почему нет, и туристов, да, все безусловно. То есть, как бы, обмен опытом. Ну, и нам, как бы, прибавляется работа, мы не останемся без нее. То есть, формирование новых рыбоводных участков, какое-то развитие в законодательной базе нового направления. Ну, и, наверное, с точки зрения экологии тоже это большой плюс. Ну, и, наверное, знаете, что, ну, да, водоемы будут ухожены, за ними будут смотреть, то есть, это все как бы... Хозяин был. Хозяин будет, да, с точки зрения. Ну, и, наверное, вот написание программы. Потому что любую программу, чтобы написать и вот эту строчку включить, нам нужны люди, которые это все реализуют. Дай-то Бог, чтобы у нас было процветание и в водной аквакультуре, в том числе... В товарной аквакультуре. В товарной аквакультуре. Хорошего всем дня, удачной рыбалки тем, кто ее любит. И к Сергею Александровичу тоже, пожалуйста, на пруд за вкусной, нежной рыбой. Ну что, спасибо всем большое за эфир. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok